Итак, мы сегодня начинаем. Сегодня я хотел вам коротко рассказать про реляционную базу данных PastGraySquare. Чем она? Ее основные возможности, в чем она совпадает с другими базами данных, в чем она от них отличается. И почему я настоятельно рекомендую всем, кто имеет дело с базами данных, ну, если не пользоваться ей, я вообще-то рекомендую ею пользоваться. Но, по крайней мере, знать ее, на мой взгляд, уж должен точно каждый, кто вообще работает с базами данных. Меня. Что касается лично меня. Меня зовут Перлин Владислав Абрамович. Вы извините. Перлин Владислав Абрамович. Я преподаватель центра специалист. Веду в центре различные курсы по программированию на языках Python, Ruby, на языке C. В основном я веду курсы по прикладному программированию, но некоторое количество курсов также и по системному программированию. Например, программирование на языке C для Линукса, программирование драйверов для Линукса, а также курсы по программированию, ну, я уже сказал, на языке Python. Ну, и, естественно, курсы по ГРСКОИ. Вот. Если вдруг появятся какие-либо ко мне вопросы, пожалуйста, вот мой e-mail. Можно мне писать. Я постараюсь ответить. Итак, что касается, собственно, постгрейской. Ну, давайте я сначала скажу буквально несколько слов про базы данных вообще. Во-первых, первый момент, который обычно упускают, имея в виду, разговаривая о базах данных, это то, что вообще не все базы данных являются реляционными. Что реляционная база данных – это определенная модель данных. Наряду с ними существуют и другие. Например, существует модель сетевой базы данных, модель иерархической базы данных. Ну, и также ряда других. Например, существует модель документоориентированной базы данных. Тоже появилась в последнее время. Однако все-таки реляционная модель, она является наиболее распространенной. Значит, и вот у меня сразу первый вопрос. Да, господа, я прошу прощения, один небольшой технический момент. Я попрошу всех сейчас проделать... Я сейчас всем включу микрофоны. Ой. Ну, вас я попрошу микрофоны ваши выключить. На то время, пока вы ими не пользуетесь. Вот. А когда вам это будет необходимо, вы включите микрофон и, соответственно, скажете все, что необходимо. Так, господа, я еще раз попрошу выключить все микрофоны, если вы ими не пользуетесь. Просто, чтобы мы друг другу не мешали, чтобы посторонних звуков не было. То есть, в окошке вебинара просто нажмите на микрофон, и он у вас отключится. Потому что мне не хочется, честно говоря, выполнять эту процедуру от себя. Это не слишком удобно. Для вас в первую очередь. Итак. И вот, господа, теперь у меня вопрос. Какая единица данных в реляционной базе данных является единицей хранения данных? То есть, что именно мы храним в реляционной базе данных? Ну, там, текст, число или какую-то структуру данных. Вот тут идут ответы ячейка, таблица. Нет, господа, неверно, ни то, ни другое. Единицей хранения данных в реляционной базе является запись. Запись. Да, запись, которая в терминах реляционной базы данных называется словом row. Я не очень люблю называть это словом строка, хотя номинально это правильно. Да, потому что слово строка в русском языке еще означает текст. Строку, то есть то, что по-английски называется словом string. Вот. Значит, ну, как бы то ни было, в терминах реляционной базы данных это называется row. По-русски я или еще это называют словом record. Запись. Ну, названа так в честь книги рекордов Гиннесса. Значит, и именно она является единицей хранения данных. То есть хранить в реляционной базе данных меньше, чем запись, мы не можем. Однако, записи эти, разумеется, хранятся не в одиночку. И основным структурным элементом реляционной базы данных является список, состоящий из одинаковых записей. Значит, собственно, список, состоящий из одинаковых записей, он и называется словом таблица, table. Вот. Вот на это я хотел бы обратить внимание. Что единицей, еще раз повторюсь, единицей хранения данных является запись. Записи организованы между собой в таблице. И все данные, таким образом, получаются хранятся в таблицах. Нигде более, кроме как в таблицах, данные в реляционной базе данных храниться не могут. Господа, хотел бы обратить внимание, что из этого следует одно очень важное действие. Важное следствие. Вопрос. Можно ли добавить в таблицу новую запись? Ну, на самом деле, дурацкий вопрос. Естественно, можно, ради этого таблицы и создают. А вот теперь следующий вопрос. Можно ли добавить в таблицу новую колонку? Ответ, господа. Вообще говоря, нельзя. Вот на это я хотел бы обратить особое внимание. Вообще говоря, добавить в таблицу новую колонку нельзя. И вот почему. Я должен объясниться. Вы, естественно, мне скажете сразу, что а как же так существует в базе данных команда alter table, да? Alter table. Которая вроде бы как позволяет добавить новую колонку в таблицу. Олег, в принципе, да. Я сейчас сделаю небольшую оговорку на этот счет. Но, в принципе, вы правы. Таблица задается фиксированной ширины. То есть количество колонок в таблице является, есть величина фиксированная. Но, повторюсь, вы меня можете сразу поправить. Что существует же в языке SQL команда alter table, которая вроде бы как позволяет добавить новую колонку в таблицу. Возникает вопрос, что же я ерунду не люблю. Так вот, господа, я на самом деле не ерунду. Дело в том, что что такое таблица по определению? Это список одинаковых записей. Разве, говоря про таблицу, я что-нибудь сейчас говорил про колонки? Колонки таблицы существуют только в нашем воображении. Поэтому, когда мы добавляем колонку, если бы мы могли добавить колонку в таблицу, что это на самом деле означало бы? Это означало бы, что мы в каждую запись добавили еще по одному полю. Заметьте, мы не в таблицу добавили колонку, а мы в каждую запись добавили по одному полю. Вопрос. Можно ли в запись добавить новое поле? Ответ. Вообще говоря, нельзя. Почему? По очень простой причине. Дело в том, что записью называется совокупность данных, по определению совокупность данных, смысл каждого из которых нам заранее известен. То есть нам заранее известно, что означает вот это поле, что означает вот это поле, что означает вот это поле. Вопрос в этой связи. Можно ли добавить в запись новое поле, не переписывая программу, которая обслуживает эту базу данных? Господа, на самом деле нельзя, потому что если даже у нас и будет такая техническая возможность, это новое поле будет бесполезно. Мы его не сможем обработать никак. Поэтому на самом деле добавление колонки в таблицу, или что то же самое добавление поля в запись, это по сути переписывание программы. То есть это нельзя называть, что мы в таблицу добавили колонку, совершенно другая операция. Поэтому, господа, команды реляционной базы данных, то есть операции в реляционной базе данных, делятся на две группы. Это операции манипуляции с данными, называются DML. От слова Data Manipulation Language. Операции манипуляции с данными в реляционной базе данных существует всего четыре. Это операции Insert, вставки, которая заключается в том, что мы в базу данных, то есть в таблицу вставляем запись. Нет, нет, Дмитрий, данные в таблице поколоночно храниться не могут никак. Данные в таблице могут хранить, данные в таблице представляют собой совокупность записей. Соответственно, если мы храним данные, то есть данные хранятся именно в строках, а не в колонках. Другое дело, что мы, конечно, можем, там у нас есть какая-то свобода рук, разумеется, ничто не мешает нам назвать колонки, например, А нулевое, А первое, А второе, А третье, вот как-нибудь вот так. И сказать, что это у нас массив из четырех элементов. Вот, кстати, господа, об этом я хотел бы сказать чуть-чуть попозже, про такой вот способ хранения данных. На самом деле, это протаскивание массива, что называется, через черный ход. Вот, на самом деле, если мы поступим так, ровным счетом ничего не изменится. Мы не имеем права в этой ситуации и говорить, что мы храним данные поколоночно. Все равно это запись. Все равно это такая запись, и данные хранятся именно в записи. Ну, со всеми вытекающими, соответственно, последствиями. Вот. Но, кстати, вопрос, тем не менее, резонный. Я как раз вот в числе прочего хотел бы в дальнейшем сказать и об этом моменте, что действительно иногда возникает ситуация, когда необходимо хранить в базе данных. Ну, массив я не люблю этого ругательного слова. Ну, что-нибудь вроде там списков или там каких-то более сложных структур. Да? Ну, давайте продолжим. Итак, ставка, удаление. Ну, заключается в том, что из таблицы мы удаляем запись. Update. Значит, команда Update. Она заключается в том, что мы берем одно поле и изменяем его значение. Обратите внимание, у нас при этом новых записей в базе не появляется. Поэтому, соответственно, можем изменить одно поле. Ну, разумеется, все эти команды, я об этом говорить не буду, потому что это как бы общее правило для всех баз данных вообще, что команда Insert, Delete, Update можно записать так, что они повлияют на несколько полей, несколько записей сразу, но это особенности записи. Ну, и самая важная команда – это команда Select, да, выборка. Вот это всего четыре операции, с которыми работает релационная база данных в штатном режиме. господа, хочу особо подчеркнуть, в штатном режиме. То есть, иными словами, это означает, что выбрать в базе данных какую-либо иную команду, кроме этих четырех, мы, если и можем, то только с соблюдением каких-то дополнительных правил. Значит, команда, которая создает таблицы, не запись в таблице, а всю таблицу целиком. Команда, которая, допустим, добавляет колонку в таблицу. Такая команда все же есть. Но она относится к другой группе команд. Она относится к командам, которые называются DDL, Data Definition Language, язык определения данных. Так вот, господа, команды, которые относятся к группе команд DDL, я сейчас их не буду выписывать, их довольно много, они относятся к командам технического обслуживания. Поэтому, для того, чтобы выполнить команду из языка определения данных, мы обязаны перевести базу данных при режим технического обслуживания и выполнить эти команды в особом режиме. На самом деле, из этого правила есть одно исключение, касающееся так называемых временных таблиц. Но о временных таблицах, господа, мы будем говорить с вами особо. То есть, это вот на курсах я подробно расскажу о том, что это такое, как с ними работать. Но сейчас я только скажу, что это исключение является кажущимся. На самом деле, это тоже режим технического обслуживания, но только более такой, ну, приемлемый для пользователей. Итак, господа, таким образом, когда мы сейчас будем с вами разговаривать об особенностях системы по ZDL, эти особенности будут разделены на две группы. Это особенности создания данных в SQL и особенности управления данными в SQL, в PostgreSQL. Это две совершенно разные группы. Ну, господа, понятие техническое обслуживание подразумевает в ряде случаев необходимость сделать бэкапы, но должен сказать, что это на самом деле необходимо не всегда. Например, существует целый ряд ситуаций, когда операции технического обслуживания выполняются в особом режиме без бэкап. Но это мы, опять-таки, поспадая этот вопрос, мы также подробно разберем на курсах. В конце нашего вебинара я вам расскажу, какие у нас есть курсы по PostgreSQL, чему посвящен каждый курс, что мы где там разберем. Вот. Ну, в принципе, замечание абсолютно верное. Бэкап надо сделать, если регламентом не установлено иное. Вот. Итак, господа, теперь буквально два слова. Ну, надо же знать, с чем сравнивать. Все же в сравнении познается. Поэтому давайте сравним для начала PostgreSQL с другими с УБД в целом. Ну, какие это другие? Вообще, я обычно, когда речь идет о революционных с УБД, называю следующие. Ну, PostgreSQL мы выпишем на первом месте. Ну, потому что о нем у нас идет речь. Что касается других. Другие – это Oracle. Естественно. Это база данных, которая называется Microsoft SQL Server. Ну, неофициально, вернее, официально, а неофициально называется MSSQL. Это СУБД, которая называется MySQL. Господа, извините, одну секундочку. Значит, что касается скачать видео, я, к сожалению, не знаю, как это будет организовано, но обычно у нас вот такие вебинары выкладываются на сайте центра. Вот. Итак. Что касается Сибейс, я его отдельно не буду писать, потому что Сибейс – это, в общем-то, ну, скажем так, где Сибейс, там и MSSQL. Конечно, это разные вещи все-таки, но тем не менее. Еще одна причина. Я, безусловно, не буду здесь выписывать список всех СУБД, я выпишу только список тех СУБД, с которыми вы с вероятностью 99% столкнетесь в жизни. Вот. Сибейс все-таки мы сталкиваемся с меньшей вероятностью в жизни. Ну, и база данных, которая называется SQLite, которую я написал, но я ее сейчас же и удалю. Значит, господа, SQLite является вспомогательной встраиваемой базой данных, и о ней у нас разговора сейчас не будет, потому что ее, вообще говоря, некорректно ставить в один ряд совсем. Ну, да, можно написать IBM DB2, вот давайте я впишу, но я вообще-то не хочу, я вписать впишу, но обсуждать ее подробно не буду, дело в том, что так уж исторически сложилось, что IBM DB2 используют в России не так часто, ну, как может быть хотелось бы. Все-таки в основном она распространение получила в США. Вот. Хотя я про нее ничего плохого сказать не могу, но вот памятуя такую реалию, упомянуть, упомянуть, подробно говорить не буду. Итак, господа, что касается SQLite, по моему мнению, подчеркну, по моему мнению, использовать базу данных SQLite целесообразно во всех программах, где вообще используется реляционная база данных в качестве такой подпорки средства, ну, такой вспомогательного средства. Но это тема отдельного разговора, я немножечко рассказываю об этой СУБД на курсах по языку Python и по системе интерфейса Qt. Посвящать отдельный курс этой СУБД мы не планируем пока, но как знать, может быть, все будет. Поэтому это я убираю, потому что это немножечко из другого они идут. Вот. Ну, давайте теперь сразу оговорку по поводу MySQL. Строго говоря, я должен был бы MySQL тоже вычеркнуть из этого списка. И вот почему. Дело в том, что в отличие от вышеперечисленных четырех СУБД, MySQL не является базой данных общего назначения. Она является базой данных специального назначения. Она используется главным образом для задач, связанных с интернетом. Но я ее из списка, тем не менее, вычеркивать не буду, потому что задачи, связанные с интернетом, это один из ключевых, один из важнейших вариантов использования PostgreSQL тоже. Только я тут с опечаткой написал название, господа, я прошу прощения. PostgreSQL, конечно, пишется так. Вот. Поэтому не будем это вычеркивать. Итак, какие существуют критерии сравнения? Ну, это быстродействие, надежность, стабильность. Надежность, надежность и стабильность это не совсем одно и то же, потому что под надежностью подразумевается целостность данных, которые хранятся в СУБД, а под стабильностью стабильность работы самой программы. Значит, ну, что я могу сказать по поводу этих трех вещей? Что касается стабильности и надежности, то все СУБД из этого списка обладают достаточной стабильностью и достаточной надежностью. Существует единственный момент. Oracle, касающийся Oracle. Так уж исторически сложилось, я сейчас чуть попозже скажу почему, что Oracle используется для крупных СУБД. То есть, он используется главным образом богатыми организациями, богатыми не только финансово, но и богатыми организационно. По этой причине для обеспечения должной стабильности Oracle нужно гораздо больше усилий, как финансовых, так и организационных. То есть, это более хлопотная деятельность. Что касается по поводу ну вот это как бы оговорка для Oracle. Ну, с другой стороны, с учетом масштабов задач, которые обычно решаются на Oracle, это вполне естественно. Значит, что касается безопасности, то есть, защиты данных от несанкционированного доступа. Опять-таки, все базы данных в этом плане примерно одинаково надежны. Оговорку надо сделать по поводу MySQL. MySQL, в отличие от предыдущих четырех, существенно полагается при этом на возможности операционной системы. Если первые четыре базы данных, в том числе и по GraysQL, могут как полагаться на них, так и не полагаться, то MySQL полагается существенно. Что касается быстродействия, к сожалению, здесь ничего сказать нельзя. Дело в том, что различные тесты показывают разные результаты. Единственное, с чем согласны все тесты, это то, что первые четыре базы данных быстродействия имеют в среднем по больнице одинаковое, но подчеркнуто, конечно, в среднем по больнице. На одних тестах выигрывают одни, на других другие, но тут уж во что гораздо. Оговорку надо сделать по поводу MySQL. MySQL при условии, что база данных имеет простую структуру, то есть содержит не очень много таблиц, очень сильно выигрывает по скорости чтения, но при этом проигрывает по скорости записи. Вот. Почему, кстати, используется в основном в интернете. А вот теперь критерии более существенные, по которому сравнивать уже имеет смысл. Первый критерий это доступность. Вот давайте я прямо напишу. Доступность. Ну, я условно оценю по пятибалльной шкале доступность. Полагаю, что 0 это если база данных недоступна совсем, 5 если она доступна абсолютно без проблем. Значит, здесь надо иметь в виду, что ну, PostgreSQL по доступности ставится 5, поскольку он является свободной базой данных. Соответственно, бери, пользуйся, никаких проблем. Что касается Oracle. По доступности я бы ему по этой шкале поставил бы тройку. Дело в том, что, во-первых, он довольно дорогой. И в этом плане, конечно, эта недоступность влияет в худшую сторону. во-вторых, к сожалению, Oracle не то, чтобы его нельзя было просто взять и скачать, но так как эта система сложная, большая, то это, как правило, не лучший вариант. То есть, для того, чтобы установить Oracle, требуется все-таки довольно внушительный объем работы. MSSQL. Ну, здесь я поставил бы оценку 4, потому что все-таки это СУБД проприетарная, несвободная, соответственно, лицензию необходимо приобрести. Правда, ну, 4 с плюсом, я так скажу. Это, правда, несложно, стоит она, хотя и ощутимые деньги, но не то, чтобы уж очень заоблачные, поэтому это не является большой проблемой. Остальным базам данных я тоже поставлю 5, поскольку они являются также свободными, также доступны просто по скачиванию из интернета. Значит, следующий пункт, следующий критерий, по которому их можно сравнить, это переносимость. Значит, что такое переносимость? Дело в том, что база данных это существенно серверное программное обеспечение, то есть база данных это сервер, то есть она работает на серверной стороне. Для серверного программного обеспечения является принципиальной проблемой, то есть принципиально важно, чтобы это программное обеспечение работало под операционной системой UNIX, то есть под UNIX-подобной операционной системой, потому что для сервера основной операционной системой являются UNIX-подобные системы. Ну, в наше время, когда говорят о UNIX-подобных системах, в первую очередь имеют в виду систему Linux, хотя на самом деле это не обязательно, То есть Unix-подобных систем довольно много и кроме Linux, ну там можно назвать, скажем, Solaris, FreeBSD. Я нарочно не называю в этом случае macOS, хотя мог бы назваться, она тоже является Unix-подобной, потому что все-таки использование macOS на серверах является делом нетипичным, хотя и возможным. Вот. Так вот принципиально важным для серверного программного обеспечения является то, что оно обязано работать под Unix-подобной системой. Если это не так, это жирный-жирный минус. Серверное программное обеспечение имеет право не работать под Windows. Хотя это тоже минус. Все-таки переносимость хотелось бы иметь в обе стороны. Поэтому в плане переносимости здесь ситуация следующая. Все системы работают и под Unix, и под Windows, кроме естественной MSSQ. Должен сказать, что это достаточно серьезный недостаток для системы MSSQ. Следующий критерий. Это объем с УБД. Ну, максимально возможный объем. Нет, Алексей, вопрос такой. И тут виртуальные машины весьма гибко помогают переносить с железа на железо. Нет, Алексей, это неправильно. Дело в том, что виртуальная машина – это костыль. Ее мы применяем в ситуации, когда мы не можем по каким-то причинам установить систему по-человечески. Если вы переносите с помощью виртуальной машины, это фактор переносимости плюсов вам не добавляет. Такой способ мы используем исключительно по бедности, вынужденно. То есть хотелось бы нам без этого обойтись. Итак, объем с УБД. Все производители с УБД утверждают, что максимальный объем базы данных... Да, простите, господа, я буду уже сразу отвечать на вопросы. Значит, версии экспресс доступности не добавляет. Если и добавляет, то это даже на десятую долю баллы не тянет. Потому что все-таки мы отталкиваемся от полнообъемной версии. Версия экспресс – это в какой-то мере объединение неприятного с бесполезным. Она не дает нам... То есть она, по сути, увеличивает один параметр за счет уменьшения другого параметра. Допустим, MS SQL, если взять версию экспресс, она, конечно, доступна. То есть если брать версию экспресс, то в плане доступности я поставил бы ей, конечно, 5. Хоть она и проприетарна, но все-таки доступна вполне. Ну, может быть, с маленьким-маленьким минусом. Ну, 5, тем не менее. А вот объем с УБД, она уже жестко ограничивает сверху. Поэтому... Кстати, насчет DB2, я подробно про DB2 говорить не буду. Там на самом деле не так все прямолинейно. Насчет того, что полное тоже стоит денег. Господа, я хочу обратить внимание, что тот факт, что она стоит денег, это вопрос второстепенный. Речь идет о том, является ли программное обеспечение свободным или нет. Это первый критерий. В этом плане, IBM DB2 в целом отвечает этому критерию. Несвободные его части к использованию необязательно. То есть мы рассматриваем IBM DB2 исключительно в его свободной версии. Вот. Кстати, PostgreSQL в какой-то мере касается то же самое. Но об этом давайте чуть попозже. Ну, то есть если вот сейчас дойдем до этого. Итак, господа. Большинство производителей... То есть все производители СУБД говорят, что максимальный объем СУБД ограничен только объемом того диска, который у вас есть. Насколько это так в действительности, одному богу веду. Поэтому на практике обычно объем СУБД, максимальный объем СУБД, то есть вернее не СУБД, извините, а максимальный объем БД, базы данных, определяют по такому правилу. Какие существуют объемы у реально работающих баз данных. То есть, например, существует база данных на Oracle такого-то объема. Так вот, Oracle, максимально допустимый объем базы данных, ну, я напишу так, до 1000 терабайт. Потому что существует база данных объемом в сотни терабайт. В 900 терабайт, вот так. До 1000 можно ставить. Что касается PostgreSQL, то здесь объем базы данных, реально существующий, до 100 терабайт. Ну, MSSQL тоже самое, до 100 терабайт. Остальные я не вижу смысла сейчас писать, потому что, ну, с IBM DB2 мы просто не будем сейчас говорить. А MySQL по этому критерию, этот критерий не применим. Я вот тут вот напишу прочерк, для него не применим этот критерий из-за специфической сферы приложения. Господа, на самом деле, что такое 100 терабайт? Ну, для сравнения скажу следующее. Вот давайте такой вопрос, попробуйте угадать. Вот, дай бог памяти, если мне не изменяет память, в 2003-м, то ли в 2004-м году, я участвовал в установке программного обеспечения для Тамбовского областного отделения Сбербанка. То есть отделение, обслуживающее всю Тамбовскую область. Ну, там по-другому тогда называлось, но не суть. Как вы думаете, какой был объем базы данных, полный объем базы данных, которая содержала все операции, проведенные Сбербанком по всей Тамбовской области за предыдущий год? Вот попробуйте угадать, какой объем был у этой базы данных? Ну, 100 гигабайт есть ответ, 10 терабайт. Нет, господа, у этой базы данных объем составлял 150 мегабайт. Еще раз повторю, 150 мегабайт. Не гигабайт, и тем более не терабайт, а мегабайт. Да-да, именно так. Всего лишь навсего 150 мегабайт. Ну, конечно, вы мне можете сказать, что это 2004 год, все-таки с тех пор много воды утекло, базы данных побольше стали. Не, ну, 250 килобайт, это уж, конечно, через чур. Вот, все-таки это слишком мало. Нет, где-то около там 150 мегабайт. Так вот, господа, и Тамбовская область не самая большая в России. Да-да, это только по одной области. На самом деле, конечно, объемы данных значительно больше, но все-таки согласитесь, что целый Сбербанк по целой области это явно база данных не самого маленького объема. Ну, допустим, увеличьте эту величину там в 100 раз. Вы получите базу там в десятки гигабайт размера. То есть, на самом деле, я к чему клоню? База данных там была MSSCOIL. Но это не имеет значения, господа. На самом деле, данные в базах одного и того же назначения, то есть, одни и те же данные в разных СУБДС приблизительно одинаковый объем занимают. Вот. Ну, конечно, не совсем, но примерно одинаковый. Так вот, господа, к чему я это клоню? Во-первых, я клоню к тому, что ограничение объема базы данных сверх одного терабайта это очень редко, когда мы наталкиваемся реально на это ограничение. То есть, реально, если база данных может быть в размере один терабайт, это уже нам выше крыши хватит. Вот. Значит, но на самом деле я хочу сказать еще и другое. Значит, есть еще один важнейший критерий, который я хотел бы упомянуть. Это масштабируемость. Последний. Вот здесь, господа, опять-таки я постараюсь оценить. Ну, Евгений говорит, что раньше мы начинаем просаживаться в производительности. Ну, не знаю, не знаю. Мне здесь немножко сложно судить, потому что все-таки снижение производительности с ростом объема с УБД это как бы правило игры. Здесь даже дело не в том, что мы начинаем раньше проигрывать по какому-то другому критерию, а просто данные объемом свыше одного терабайта крайне редко бывают вообще в природе. Не, ну, бывают, конечно, я не стану утверждать, что этого не бывает, это было бы неправдой. Но это все-таки скорее исключение, чем правило. Так вот, господа, на мой взгляд, более важно взять масштабируемость в такое понятие. Опять-таки постараюсь оценить, конечно, на мой личный взгляд. Господа, сразу скажу, что там, где я оцениваю данные в баллах, это мое личное мнение. То есть я, разумеется, оперирую определенными тестами, определенными данными, но тем не менее это все равно остается моим личным мнением. Вот. Ну, я, конечно, поясню, что я имею в виду. Итак, господа, масштабируемость означает следующее. Предположим, у нас есть сервер, работающий... Виталий, вы правы, но это просто сейчас не входит в нашу тему. Совершенно верно. Так вот. Предположим, у нас есть сервер, и вдруг по тем или иным причинам мощности этого сервера нам не хватает. Хотим поставить еще один, чтобы у нас данные обслуживались уже не одним сервером, а двумя серверами. Потом тремя, четырьмя и так далее. Насколько легко осуществить такое масштабирование в разных СУБД? Так вот, господа, здесь, опять-таки, по моему личному мнению, постгрейс-куэль выходит на первое место, и если мы постгрейс-куэль берем за пять баллов, то Oracle и MSS-куэль получают здесь твердый КО. Конечно, не ноль, потому что масштабирование они все-таки подлежат, поддаются. Виталий, опять-таки, вы правы, но я же сказал, как? Я же не сказал, что объем в один терабайт не бывает, я сказал, что это скорее исключение, чем правило. Согласитесь, что система мониторинга и система Service Desk все-таки являются исключением из правила. Подавляющее большинство СУБД это система различного учета. Стладской учет, бухгалтерский учет и так далее, и так далее. Ага, что касается господа MongoDB, это не реляционная база данных. Мы сейчас с вами рассматриваем только реляционные базы данных. О них я немножечко сказал. Итак, значит, господа, так вот, MS SQL и Oracle к сожалению, в плане масштабируемости получают КО. Дело в том, что масштабирование базы данных написанной на Oracle это по сути дела всякий раз отдельный проект. То же самое касается MS SQL. То есть, если мы хотим распределить базу данных с бывшего одного сервера на два, то нам надо фактически реализовывать новый проект. Что касается PASG SQL, то там средства масштабирования предусмотрены из коробки. То есть, мы можем создать так называемый кластер из двух серверов, которые будут обслуживать наши данные как единое целое. На самом деле, давайте я все-таки ради справедливости поставлю здесь не 5, а 4. Потому что, так как в школе принято ставить оценку 5, когда вообще никаких проблем нет, это было бы все-таки неверно. Конечно, проблемы с масштабируемостью по PASG SQL существуют. Но вот все-таки они ни в какое сравнение не идут с другим. Что касается IBM DB2, вот здесь я поставлю вопросительный знак, у меня на этот счет просто нет данных. Для MySQL этот критерий неприменим. Ну, опять-таки, Евгений, я же не говорю, что это невозможно, я говорю, что это очень сложно. То есть, масштабируемость Oracle и MSSQL дело сложное. По сравнению с масштабируемостью базы данных на PASG SQL это просто трудно. Вот. Итак, господа, вот это сравнение в целом. А, ну, еще, пожалуй, есть один критерий, два верных, ну, два, но тесно связанных между собой. Это полнота реализации стандарта, полнота реализации стандарта SQL и качество реализации стандарта SQL. То есть, нарушает ли где-нибудь база данных стандарта SQL? Евгений, ну, там сложности другого рода. Софт переписывать не надо, но сложности возникают в другом месте. так вот, по поводу полноты реализации стандарта SQL. MS SQL здесь, вернее, PastGray SQL получает здесь 4. Он реализует, ну, 4 с плюсом. По полноте реализации стандарта он реализует стандарт почти полностью. То есть, есть некоторые моменты, которые не реализованы в стандарте. Значит, сразу скажу, что в этом сравнении мы не будем учитывать расширение стандарта. То есть, то, чего нет в стандарте, а в СОБД реализован. Если мы это будем учитывать, то PastGray SQL очень сильно выиграет, но это все-таки не очень правильно. Значит, Oracle. Он получает здесь 4. Все-таки там побольше вещей, которые есть в стандарте, но в Oracle не реализованы, но это просто за счет того, что Oracle более старая база данных, там не всегда все успевают сделать. MS SQL получат здесь 4 с минусом. Там таких вещей еще чуть-чуть побольше, но не то, чтобы это было очень большой проблемой. IBM DB2 у меня нет данных, не могу ничего сказать. Что касается MySQL, то по полноте реализации стандарта он получает единицу. Он намеренно сделан так, что он реализует лишь небольшую часть языка SQL. Это не глюк, это не баг, это фича. Что касается качества реализации, то есть нарушает ли стандарты PostgreSQL, здесь оценка 5, он их не нарушает. Oracle тоже самое. Значит, что касается MS SQL, то здесь оценка все-таки 4. Дело в том, что в MS SQL стандарты нарушаются в двух местах, вот в последних версиях. К сожалению, из этих двух мест одно довольно неприятно. IBM DB2 получает здесь 5 с маленьким-маленьким минусом. Для MySQL этот критерий не применен. Вот. Господа, итак, вот это обзор в общих чертах. Как видите, как бы на самом деле здесь надо добавить еще один критерий, но я не буду его добавлять, и вот почему. Знаете, вообще есть общее правило, что самая лучшая база данных, кстати, какая база данных самая лучшая? Господа, я, говоря о версиях, я имею в виду версию либо последнюю, либо предпоследнюю. В случае с MS SQL они в этом плане не сильно отличаются друг от друга. Вот. Значит, итак, господа, вопрос. Господа, есть одно общее правило. Самая лучшая база данных это та, которая у нас уже установлена. Отсюда, глядя на данные, которые вы видите, можно сделать один простой вывод. Если мы с вами планируем сделать прикладную программу, и у нашего заказчика еще не установлена никакая база данных, то есть у него нет ни Oracle, ни MS SQL, а это на самом деле обычное дело. То есть многие заказчики, которые заказывают нам программы, никакую базу данных до нас не имели. То есть, ну, по крайней мере, половина таких точно есть. Так вот, если наш заказчик именно такой, то, глядя на эту таблицу, по моему мнению, следует выбирать базу данных PostgreSQL и не париться. Но это только при условии, что у пользователя раньше никакой базы не стояло. А вот если у него какая-то база данных стояла уже раньше, то вот тут действительно надо смотреть. Потому что совершенно понятно, что заменить базу данных пользователю мы не можем. Значит, у пользователя будет их стоять две. Ну, это понятно, да? Так вот, господа, PostgreSQL обладает еще одним очень важным качеством. Он относительно прост в администрировании. В администрировании и управлении он несколько проще, чем даже MSSQL. MSSQL вообще пользуется репутацией, база данных весьма простой в администрировании. PostgreSQL с ним примерно на одном уровне и даже еще несколько проще. В частности, это означает, что установить PostgreSQL в качестве второй базы данных, скорее всего, для пользователя не будет большой проблемой. Поэтому, если для нашего приложения, для нашего проекта PostgreSQL выигрывает бесспорно по каким-то существенным критериям, то, скорее всего, для нас не будет большой проблемой уговорить заказчику установить эту базу наряду с той, которая у него уже стоит. что также является важным преимуществом. Должен сказать, что, например, MSSQL таким преимуществом безусловно не обладает, потому что таким преимуществом может обладать только свободная база данных. Вот. Ну, про Oracle и говорить нечем. Значит, ну, давайте теперь посмотрим, где PostgreSQL взять, как его установить. Значит, сейчас я покажу вам это на примере операционной системы Windows. Вообще-то наши курсы в нашем центре построены на базе системы Linux. Но это и понятно, потому что Linux все-таки на серверах предпочтительнее в общем и целом, хотя, конечно, есть много исключений из этого правила. Но, тем не менее, в данном случае это различие не является принципиальным. почему я сейчас выбрал Windows, на самом деле только по одной причине. Дело в том, что PostgreSQL в подавляющем большинстве дистрибутивов Linux входит уже в комплект поставки. И то, что я вам хочу сейчас показать, на Linux немножечко хуже видно. Лучше, может быть, и лучше работает, но видно хуже. Работает на самом деле одинаково и там, и там. Итак, вот он сайт. Называется он, специально, чтобы никто не догадался, этот сайт называется www.postgreSQL.org Вот. Значит, скачать его очень просто. Значит, нажимаем кнопочку Download. Господа, хочу еще раз напомнить, что в Linux PostgreSQL входит в комплект поставки. Поэтому скачивать, если вы работаете на Linux, то скачивать его отсюда скорее всего не нужно. Хотя исключения, конечно, есть. Вот. Что касается остальных операционных систем, возможно, потребуется скачать отсюда. Версия для Windows находится вот напротив кнопочки Windows. Значит, вот здесь самый простой способ это сделать, это нажать вот тут на кнопочку Download и выбрать нужную нам версию. Вот, например, Winx8664. Но я сейчас скачивать не буду, потому что я PostgreSQL уже скачал, поэтому я сейчас запущу установку из той версии, которую я уже скачал. Вот. Давайте мы его запустим и посмотрим. Ну, а вы, если хотите, можете вот нужную вам версию выбрать, скачать и поиграться. с ней. Итак, поехали. Вот я ее запускаю, вот она у меня заранее скаченная. Кстати, я правильную версию выбрал. А то я часто забываю. Ага, 64, все правильно. Значит, вот запускаем, запускаем. вот сейчас он у нас установится. Евгений, да, вы правы, он, конечно, не устанавливается по умолчанию из коробки, но он там есть в комплекте поставки, его надо доставить отдельно. Значит, Олег, да, можно и Ubuntu. Кстати, на курсах мы будем работать как раз на Ubuntu. Точнее, на KeoBuntu. Чего, кстати, и вам советую, но почему это тема отдельного разговора? Да, да. Я, господа, буквально маленькое замечание в скобках. При использовании системы Linux я настоятельно рекомендую использовать систему, основанную на оконной системе KDE. Почему, позвольте, я сейчас опущу обоснование этого факта, на курсах мы об этом поговорим подробно. Я в этом лично, я абсолютно твердо уверен и до сих пор внятных возражений не слышу. Вот, итак. Ну, соответственно, ставим Next. Значит, господа, при установке PostgreSQL на Windows надо обратить внимание, что она у нас спрашивает два пути. Первый – это путь, куда устанавливается сам PostgreSQL, и путь, где надо сохранять данные. Вот это вот путь, куда устанавливается сам PostgreSQL, а вот это путь, куда будут сохраняться данные. Значит, господа, опять-таки, на курсах мы об этом поговорим подробнее, но вообще говоря, существует одно довольно жесткое правило. Категорически запрещает сохранить данные на том же диске, где расположена операционная система. К сожалению, Windows нарушает это правило. Видите, она нам на диске предлагает сохранить данные. Вот. Раздели. Раздели, естественно. Естественно, речь идет о логическом диске. Просто, господа, вы уж меня простите за то, что я иногда логический раздел называю диском. Это у меня привычка от средней школы возникла. просто там требуют, ну, не то, что требуют, в силу ряда объективных причин там так удобнее говорить. Хотя это, конечно, и не совсем корректно. Вот. Конечно, речь идет о разделе. Господа, прочитаю вопрос. Все зависит от настроек, и Windows также нормально настроить на разнесение системы и данных. собственно, даже настраивать не надо. Для этого достаточно просто иметь отдельный раздел и вот здесь вот указать путь там вместо C, например, D. Просто дело в том, что установщик Windows по умолчанию предлагает нам путь на диск C. Но это особенность системы Windows, это не является проблемой. Господа, хочу особо подчеркнуть, это не является проблемой, просто об этом надо помнить. Но так как сейчас, к сожалению, для вебинара у нас диск D не поставили, то мы просто оставим как есть. Это, конечно, не очень правильно, но сделаем. Вот. То есть, вот эта необходимость подправить этот путь, это максимум тянет на мелкую огреху. То есть, недостатком это, безусловно, не является. Далее, при установке она предлагает пароль суперпользователя. Я сейчас введу еретический пароль из одной единички. Да, господа, вы, разумеется, знаете, что задавать пароль единичкой это ересь. Вот, я сейчас, тем не менее, это себе позволю, потому что я потом сразу снесу эту базу данных, она долго жить не будет в таком виде. Вот. Ну, а дальше, собственно, проблем особых нет. Ну, соответственно, мы здесь можем настроить порт, по умолчанию PastGraySquale Viskit на порте 5.4.3.2 при желании можно установить и другой, но, господа, другой номер порта обычно ставят только в тех случаях, когда у нас несколько экземпляров PastGraySquale установлено на одном компьютере. Такое бывает. Вот. Локально здесь принципиальной роли не играет, потому что для сервера локальный принципиальный. Вот. нажимаем Next, Next и поехали. Вот, господа, на самом Windows для установки PastGraySquale. Есть, правда, еще один маленький штришок, мы его сейчас посмотрим. Конечно, для того, чтобы PastGraySquale полноценно, полнообъемно работал, необходимо выполнить еще настройки, но это мы уже посмотрим на курс. В принципе, того, что я делаю сейчас, для того, для первоначального ознакомления, а также для каких-то особо простых случаев, практических, вполне достаточно. Вопрос. Файлы данных и транзакционные журналы в одном ли месте по умолчанию? Господа, дело в том, что транзакционный журнал, PastGraySquale хранит данные таким образом, что там данные от транзакционного журнала не разделены. Там разделение это не имеет смысла, то есть в том формате, в котором хранится PastGraySquale это разделение смысла не имеет. Вот, поэтому этот вопрос он просто не применит к PastGraySquale. Вот, итак, господа, значит, есть в установщике PastGraySquale особая программа, называемая StackBuilder. Ее можно и пропустить, и не запускать, но сейчас мы ее запустим и посмотрим, что она делает. Значит, господа, она позволяет установить некоторые дополнительные компоненты PastGraySquale. Из этих дополнительных компонентов важнейшими являются драйвера. Например, вот это драйвер для системы .NET, NPEG SQL. Вот это драйвер для системы GDBC, вот это драйвер для системы ODBC, вот нам вот это. Ну, давайте сейчас я ограничусь вот этими двумя драйверами. GDBC и ODBC. Дальше. PG-агент это программа, которая умеет запускать скрипты базы данных по расписанию. Balancer это программа, которая выполняет анализ для балансировки нагрузки сервера. Ну, там ряд вспомогательных задач. Дальше. Нет, сервер это нам сейчас неинтересно. Replication. Репликация называется копирование данных с одного сервера на другой. Классическое для PostgreSQL решение репликации носит название слону. От русского слова слон. Соответственно, при необходимости можно установить эту программу, она также будет выполнять репликацию. особо хотел бы обратить внимание на вот этот пункт Spats Spatial Extensions PostgreSQL вот давайте мы даже ее установим сейчас PostgreSQL является наиболее популярной и я бы даже сказал почти безальтернативной базой данных но все-таки почти безальтернативной базой данных в геоинформационных системах. она содержит специальное дополнение которое называется PostGIS Post Geoinformation System которое содержит дополнение в нашей базе данных которое позволяет хранить картографические данные прямо непосредственно в базе данных PostgreSQL причем хранить их в соответствии со стандартами геоинформационных систем. На это господа я хотел бы обратить особое внимание если у вас возникает необходимость писать программы содержащие геоинформационную составляющую а насколько я понимаю вот ну по крайней мере в последние годы два мне не доводилось видеть ни одного маломальски крупного проекта который содержал бы в себе геоинформационную часть большую маленькую это уже другой разговор вот то PostgreSQL на сегодняшний день единственная СУБД которая содержит прямо из коробки внутри себя PostgreSQL то есть геоинформационный компонент это не значит что на других СУБД это невозможно сделать можно конечно но на Oracle например это доп. опция которую надо приобретать дополнительно на других СУБД таких расширений штатов пока нет они всесторонные ну давайте запустим установку значит она сейчас сделает следующую вещь она сейчас просто загрузит из интернета нужные данные нужные файлы поместит их в тот каталог в который мы указали кстати господа я хочу обратить ваше внимание что загружать эти данные реально нужно один раз только то есть если вы хотите установить PostgreSQL на несколько серверов то потом эти файлы можно будет взять вот из этой папочки перенести и просто запустить на другом сервере ну вот PostGIS к сожалению довольно большая система она может качаться некоторое время вот она вроде там что-то скачалась вот и вот сейчас она просто последовательно одно за другой все их запустят и установят вот такая простенькая примочка которая устанавливает нам все наши необходимые продукты вот сейчас она запустит следующий установщик вот вот пошел следующий вот PGS QEA если мы хотим чтобы у нас ну чтобы сразу создать базу данных нужно. Ну, не надо. Вот. Устанавливаем. Сейчас она встанет куда надо. Будет все хорошо. Ну, это она некоторые переменные окружения зарегистрирует, чтобы она там для удобства работала. Вот и все. Ну, сюда все. Пострелись, койль у нас установлен. Давайте теперь залезем в нее и посмотрим, что там можно сделать. Значит, вот наш PostgreSQL. Значит, ключевая администраторская утилита, которая используется в PostgreSQL, называется pgadmin3. Она есть и на Windows, и на Linux. На Windows она используется часто, на Linux не очень часто, но тем не менее применимы и там, и там. Значит, подключаемся. Введем еретический пароль единичка. Кстати, господа, сохранить пароль я не советую в любом случае. Это не слишком удобно. А вот теперь давайте посмотрим. Ну, как всегда, есть главная база данных PostgreSQL. Куда лазить, конечно, не стоит. Вот. Вот, кстати, вопрос, который задавался, ну, момент, который связан с вашим, Евгений, вопросом. О месте хранения данных. Табличное пространство – это место, где хранятся данные. При желании мы можем какую-то базу данных или даже отдельную таблицу сохранить не там, где мы храним все таблицы, а в каком-то особом месте. Например, если мы установим, ну, скажем, есть у нас диск, на котором мы храним данные. Этот диск переполнился. Что делать дальше? Ставим еще один диск, настраиваем, создаем новое табличное пространство, и либо старые базы данных можем туда перенести, либо новые создать там. Короче говоря, вот PostgreSQL позволяет довольно простым, дешевым способом, установив новый диск, просто даже не создавая кластера, просто его подключить в общую кучу. Ну, давайте создадим базу данных и посмотрим, что тут есть интересного. Давайте я назову new test. Ну, первое, что тут есть интересного, это кодировка. Значит, вообще это общее правило, что мы во всех базах данных работаем с поддержкой Unicode. Значит, работа в базе данных без поддержки Unicode, это средневековая мракобисия, используется только в тех случаях, если это досталось нам в наследство, если эта база данных досталась нам в наследство от темного прошлого. Если база данных делается в современном просвещенном мире, А, ну, понятно, я просто говорю, я в продолжении вашего вопроса. Не напрямую на ваш вопрос, а в продолжении. Вот. Итак, значит, использование кодировки, не поддерживающей Unicode, это мракобисие, поэтому нарушаем мы это правило лишь в тех случаях, когда к нам пристали с пистолетом к колбу, или там грозит костер инквизиции. Тем не менее, если нам все-таки грозит костер инквизиции, то такая возможность у нас есть в PostgreSQL. Но, повторюсь, главным образом она используется в тех случаях, если база данных не новая, а старая. Вот. Больше там особо интересного ничего нет, все остальное, как у всех. Вот. Вот она у нас создалась, новая база данных, а вот теперь давайте заглянем сюда внутрь. Что же у нас есть здесь интересного? Итак, первое, что здесь есть интересного, это расширение. Вот в данном случае у нас имеется одно расширение PLPGSQL. Это язык программирования, который позволяет писать в PostgreSQL то, что мы до сих пор называли хранимыми процедурами. Значит, господа, в соответствии с новым стандартом SQL, понятие хранимая процедура в нем объявлено устаревшим. И вместо хранимых процедур в PostgreSQL, то есть, вернее, в базе данных предлагается создавать просто функции. На самом деле разница между понятием хранимая процедура и понятием функция все же существует. Это все-таки вещи нетождественные. Тем не менее, PostgreSQL в данном случае идет в лоб по стандарту и создает функции. Значит, один очень важный момент. Хорошо это или плохо, что в PostgreSQL нет хранимых процедур, в общепринятом понимании. Это вопрос дискуссионный. Я скажу так, функционала это не снижает, разумеется, но это может создавать некоторые неудобства во взаимодействии с пользовательским интерфейсом. Должен сказать, неудобства незначительные. Как бы то ни было, вот это такой факт. Следующий важный момент, который я хотел бы особо отметить. В PostgreSQL можно, уникальной его особенностью является то, что функции в PostgreSQL можно писать на многих языках программирования. В большинстве СУБД это касается MS SQL, в значительной мере это касается Oracle, процентов на 99. Функции и хранимые процедуры можно писать либо на языке SQL в предусмотренном базе данных, но в случае MS SQL это транзакт SQL, в случае с Oracle это PL SQL, то есть, ну там понятно. Либо на языке C. В последнем случае это называется расширенная хранимая процедура. Или модуль расширения. Да, иногда можно и на Java, но, короче, выбор там невелик. Все-таки написание функции на Java это скорее исключение, чем правило, если речь идет о базах данных не о PostgreSQL, а о других. Хотя да, бывает возможно и это. Так вот, PostgreSQL позволяет спектр выбора языков, на которых мы можем писать функции для PostgreSQL гораздо шире. Там можно писать функции и на языке Java, правда, стоит ли это делать, это вопрос, но тем не менее можно. Можно писать на языке Python, это уже безусловно стоит делать. Можно писать на языке Ruby, это тоже стоит делать. Ну, если, конечно, он из программы на Ruby. Даже можно писать их на языке C Sharp. Ну, естественно, в последнем случае это связано с использованием платформы .NET и работать будет только на Windows, но почему бы и нет. Вот. А также и на других языках. Более того, при желании можно до пол добавить собственное расширение, которое позволит писать хранимые процедуры, ну, функции хранимых процедур, нет такого понятия, которая позволит, ну, по-хранению, которая позволит нам писать функции даже на языке Lisp, Haskell, в общем, и даже на каком-нибудь супер-купер языке, который мы сами придумали. Ну, должен сказать, что, конечно же, придумывать самостоятельно новый язык для написания хранимых процедур, это все равно, что чистить зубы, Гуталима. Вот. Но, тем не менее, почему бы и нет. Сказать, что это глупо и невозможно, я бы не стал браться. А вот, что касается, например, языка Lisp, это не так уж и глупо, такая возможность вполне может быть востребована в системах искусственного интеллекта, например. Господа, что касается Oracle, я вот, честно говоря, не в курсе по поводу самых последних версий, но, по крайней мере, если в Oracle и возможно писать хранимые процедуры на языке Python, то это нововведение. То есть, до недавнего времени это там не было возможно, и даже не то, что это там не было возможно, да, не было возможно, и на сегодняшний день, насколько мне известно, там такой практики все-таки нет. То есть, если номинально такая возможность есть, то она еще не освоена. На самом деле, что касается Oracle, я абсолютно уверен, что такая возможность там будет. Вот. Но на сегодняшний день PastGrey SQL в этом вопросе безусловный лидер. Хотя, конечно, это лидерство и не навечно. Да, вот Oracle, вот Java в Oracle действительно есть. Вот. Но PastGrey SQL выигрывает в этом вопросе, конечно, без варианта. Следующий пункт. Схемы. Схема на самом деле это просто группа таблиц. Понятие схемы существует во многих с УБД и здесь, наверное, все-таки не было бы совсем правильно утверждать, что PastGrey SQL в этом плане уникальна. Поэтому я скажу только здесь одну вещь. Пожалуй, Евгений, простите, вопрос, насколько расширение адаптировано до БАЛК-операций? Ну, такой вопрос не имеет смысла, потому что БАЛК-операция не связана напрямую с написанием хренивых процедур. но если речь идет, например, о расширении PostGIS для геоинформационных систем, то она прекрасно адаптирована для БАЛК-операций. Но это и понятно, потому что если геоинформационное расширение для нее не будет адаптировано, это значит, его надо просто в помойку выкинуть. Потому что вот такие групповые операции БАЛК-инсерд, БАЛК, да, они, в общем-то, являются нормой, ну, рутинными для такого рода подсистем. Вот, то есть, ну, я на это отвечу так. Те штатные, стандартные расширения, которые, для которых БАЛК-операция имеет смысл, адаптированы для них точно так же, как и ядро PostGIS-CoE. Вот так. Ну, а сторонние расширения уже надо спрашивать у разработчиков расширения. Но там, где это, разумеется, имеет смысл. Вот. Значит, итак, господа, здесь я скажу так. Вот, к сожалению, я не очень в курсе, как это устроено на Oracle, поэтому сравнивать буду только с MS-SQL. На MS-SQL группы таблиц, то есть, то, что в PostGIS-SQL называется словом схема, завязаны на пользователей. То есть, пользователь может создать собственную группу таблиц. Но пользователь, вообще говоря, не может создать произвольную группу таблиц. Или, допустим, таблицу в заранее созданной группе. Является ли это большой проблемой? Ну, на самом деле, не очень. Но, как правило, нам все-таки хотелось бы, чтобы группы таблиц были. Потому что очень часто бывает ситуация, например, когда мы, допустим, не то чтобы даже типичный случай, когда пользователь хочет создать новую группу таблиц, а, например, внутри нашей системы есть какая-то подсистема, и мы хотим таблицы, относящиеся к этой подсистеме, сохранить где-то отдельно. Вот, собственно, это и называется в PostGIS-SQL словом схема. Ну, в стандарте SQL, а вслед за ним и в PostGIS-SQL. То есть, это как бы кусочек базы данных. Должен сказать, что реализация, что если PostGIS-SQL кому-то и уступает в гибкости схем, то, возможно, разве что и то под вопросом. Опять-таки, вопрос, момент, в котором PostGIS-SQL является одним из лидеров наряду с Oracle. Это возможности полнотекстового поиска. На сегодняшний день PostGIS-SQL является единственной, кроме Oracle. То есть, только PostGIS-SQL или Oracle обладают максимумом возможностей в полнотекстовом поиске. То есть, вы можете сохранить... Да, вот, Евгений, к сожалению, действительно, я в Oracle просто не в курсе, как там насчет схем. Но в PostGIS-SQL ситуация такова, что схемы с пользователем, они совершенно ортогонально напрямую никак не связаны. Хотя, при желании можно, конечно, и связаться. Вот. полнотекстовый поиск. Это значит, что мы можем с вами сохранить в базе данных длинный текст, ну, например, там, «Войну и мир», а потом искать по тексту, ну, например, в каком абзаце, какой главы «Войны и мира» упоминается, там, князь Андрей Балконский. И, соответственно, полнотекстовый поиск отличается от обычного поиска тем, что он будет искать слово во всех падежах, во всех там спряжениях, склонениях, то есть с учетом правил слова изменений. Насколько мне известно, MS SQL полноценный полнотекстовый поиск реализуют только для английского языка. С русским языком там проблемы. Что касается PostgreSQL, то PostgreSQL используют для реализации полнотекстового поиска свободное программное обеспечение, которое называется, два есть пакета, один из них называется ESPEL, а другой называется HUNSPEL. На самом деле это означает одну важную вещь. Это означает, что мы можем использовать систему полнотекстового поиска PostgreSQL даже для, вообще для любого языка. Нам нужно только написать файл правил слова изменения для этого языка по правилам систем ESPEL и HUNSPEL, подсунуть его PostgreSQL и PostgreSQL будет как миленький выполнять полнотекстовый поиск. То есть, иными словами, добавить новый язык в эту подсистему нам бы никакого труда, ну как, не скажу, что это никакого труда не составит, потому что составить файл с правилами слова изменения все-таки дело трудное. Но, тем не менее, если кому-нибудь захочется добавить в эту систему там язык какой-нибудь клингонский или эльфийский, ну, флаг руки. Это вполне возможно. Вот. То есть, по возможностям полнотекстового поиска, конечно, по-дрейскуэль является хорошо выигром. Что еще? Евгений, вот про индексы я, к сожалению, не могу вам сейчас сказать. Дело в том, что тут двумя словами дело не обойдется. Поэтому об этом разговор будет на курсах. Вы меня простите, я понимаю, что этот вопрос очень важный, но, к сожалению, двух слов тут не получится сказать. Единственное, что могу сказать, что они в постгрейскуэль возможны и эффективны. Вот если два слова. Но, на мой взгляд, эти слова ничего нового не добавляют. ну, давайте это все-таки на курсах. Потому что сами понимаете, что если речь идет о сфере применения, то тут два слова не получится. Вот. Итак. на самом деле, господа, вот это, пожалуй, такой обзор возможностей постгрейскуэль поверхностной. Теперь давайте копнем чуть-чуть глубже. Значит, какие есть важные особенности постгрейскуэль, о которых часто говорят. Вот знаете, как ни странно, но начну я этот разговор с возможностями, которую я лечу, которая, по моему мнению, о которой говорят зря. Очень часто можно услышать такую фразу, что постгрейскуэль является первой объектно ориентированной базой данных. Господа, по моему мнению, это утверждение не то, что не соответствует действительности, оно не имеет смысла. И не имеет смысла оно вот почему. Давайте вспомним, как у нас устроена вообще любая реляционная база данных. Любая реляционная база данных с единицей хранения данных является запись. То есть реляционные базы данных хранят данные в записи, в записях, а так как записи бывают не одни, то совокупность одинаковых записей называется таблицей, а так как записи бывают разные, то в базе данных несколько таблиц. Но, господа, давайте рассуждать здраво. Можно ли утверждать, что запись соответствует какому-нибудь экземпляру какого-нибудь класса? Что если мы хотим сохранить какой-нибудь экземпляр какого-нибудь класса, то мы сохраним какую-нибудь запись в какую-нибудь таблицу. Можно ли так утверждать? То есть, иными словами, что между записями и экземплярами классов, записями и объектами, есть взаимно однозначное соответствие. Господа, вот я на этот вопрос отвечу так. Если говорить с академической точки зрения, с чистой академической правильностью, то да, это так. Нет, Юрий. Значит, с академически правильной точки зрения, между записями и объектами существует строгое взаимно однозначное соответствие. Но, здесь надо сделать одну очень важную оговорку. На практике далеко не всегда мы это соответствие проводим во всех деталях и во всех последовательностях. На практике, как правило, нам не нужно выписывать это соответствие до последней запятой, чтобы всё-всё-всё-всё было чётко-чётко-чётко. Поэтому, Юрий, это я понимаю. Я понимаю, о чём вы говорите. Я, кажется, даже догадываюсь, о чём идёт речь. Но, тем не менее, утверждение, которое я сказал, верно для всех революционных субботек. Так вот, на практике не всегда имеет смысл реализовывать это во всех деталях, но это уже вопрос целесообразности. Поэтому, строго говоря, любая революционная база данных является объектно-ориентированной. О чём же говорят, что имеют в виду, когда говорят, что PostgreSQL – первая объектно-ориентированная база данных? А имеют в виду то, что в PostgreSQL можно создать таблицу по той же схеме, по какой мы создаём класс. Мы можем, например, создать таблицу, ну, допустим, бук. А потом создать таблицу какую-нибудь там спешл бук, специальная книга, да? Как производную от таблицы бук. То есть, иными словами, PostgreSQL позволяет реализовать некое подобие отношения наследования. Однако, господа, здесь я должен сказать следующее. Что те возможности имитации наследования, которые в PostgreSQL есть из коробки, это плохие возможности. На самом деле они работают не вполне корректно. Ну, например, в чём некорректность работы PostgreSQL в этой ситуации? Понятно же, что у нас в базе данных у каждой книги будет ID. Да? Ну, я сейчас опускаю разговор о том, что такое ID и с чем его едят. Значит, на курсах я позанудствую и на эту тему. То есть, как правильно создавать ID. Но сейчас давайте считать, что он есть. Понятно, что у специальной книги тоже будет ID. Вопрос. Может ли ID книги совпадать с ID специальной книги? Господа, это вопрос, повисающий в воздухе. К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа. Поэтому PostgreSQL, к сожалению, исходит из общего на этот счёт правила, что там, где нет однозначного ответа, этот факт интерпретируется в пользу наименьших ограничений. То есть, раз нам не сказано, что они обязаны различаться, PostgreSQL допускает, чтобы они совпадали. Что, как вы понимаете, как минимум не всегда правильно. То есть, может, иногда это и правильно, но это точно уж не всегда правильно. Поэтому, когда говорят, что PostgreSQL – это первая объектно-ориентированная база данных, то, господа, это плод недоразумения. На самом деле, все реляционные базы данных являются объектно-ориентированными. А вот какая важная особенность PostgreSQL? Если нам не вправду надо сделать, чтобы отношение наследования реализовывалось чистым способом, то есть, правильно, хорошо, ну, там, что вкладывать в слово правильно – это особый разговор. Так вот, если нам надо, чтобы она реализовывалась аккуратно, чисто и хорошо, то в PostgreSQL это единственная СУБД, где есть такая возможность. Во всех прочих СУБД нам приходится применять для этой цели разного рода обходные маневры. В PostgreSQL действительно можно сделать так, что две таблицы будут вести себя так, как будто одна из них является производной от другой. То есть, как базовый класс и производный класс. Стоит ли это делать – это вопрос дискуссионный, потому что все-таки реализация такой возможности очень трудоемка в PostgreSQL. Тем не менее, если такая необходимость есть, в PostgreSQL можно это сделать. У нас на курсах, в частности, одно из занятий как раз посвящено реализации такой структуры. И должен сказать, что за подобного рода темы занятий меня часто ругают. Мне говорят, вот вы нам там целых три часа посвятили разбору этой задачи, а потом сказали, что так не нужно делать. Зачем время тратить? Господа, ну, во-первых, иногда все-таки это бывает. Во-вторых, на этом занятии мы, разумеется, попутно разберем разного рода темы, которые уж точно понадобятся. Поэтому, конечно, время это не будет потеряно зря. Но, тем не менее, я считаю, что даже если такая возможность востребована редко, сам факт ее наличия в PostgreSQL очень много значит. Потому что, что значит она востребована редко? Это значит, что она редко востребована в полной мере. Но пользоваться теми или иными ее частями мы можем и в норме. Вот. Это очень важный момент, хотя, может быть, на первый взгляд покажется, что он и не такой уж важен. Вот. Итак, это первая особенность. Это возможность чистой и аккуратной реализации объектно-ориентированной структуры. Вторая важная возможность. Вторая важная возможность – это вот такая интересная конструкция. Ну, тут что-нибудь. Ну, опять-таки, что вставляем сейчас на пенсионер? Ну, тут может быть какой-нибудь select или там еще что-нибудь. А вот дальше мы пишем вот что. Вот. Например. В чем тут фича? Вот смотрите. Команда insert, update и delete. Вот insert, update и delete. Иногда, ну, не то, что иногда, насчет иногда это я, конечно, лишку хватил. Я бы даже сказал, как правило. Когда мы выполняем одну из этих трех команд, нам хочется знать, а какие именно записи затронули этой командой. То есть, если мы вставили записи в таблицу, то у нас там были сгенерены ID. ID-то у нас обычно генерятся автоматически. Скажите, а если мы вставили в таблицу запись, хочется нам знать, какой ID стал у этой записи? Конечно, хочется. Если мы выполнили команду update, хочется нам узнать, какие записи были изменены в таблице? Естественно, тоже, скорее всего, захочется. Даже если мы выполнили команду delete. Хочется нам узнать, какие записи были удалены? Тоже порой захочется. Так вот, для этого и есть опция, которая называется returning. Если команда insert, update или delete сопровождается опцией returning, а здесь перечисляются обычные поля. Ну, например, вот так. Особенно интересно вот что. Ну, например, Сейчас. На такой пример я приведу. Год рождения. Вот так. То есть удалить из таблицы всех людей, которые родились при старом режиме. Ну, до революции, которые родились. Да? А вот дальше смотрите. Смотрите. И данные об этих людях будут нам выведены. То есть эти люди будут из таблицы удалены. И соответствующие поля будут нам выведены так, как если бы это был select. А теперь смотрите. Господа, я, кстати, сразу сделаю оговорку. Ну, на какой революции? Написано же, да? Париж. Да? Взятие Бастилии. Бастилия пала? Пала. Вот. Значит, господа, я должен сразу сказать, что если вы попытаетесь выполнить эту команду вот ровно так, как я вам их сейчас пишу, они, может быть, выполнены и не будут, потому что я сейчас не ставлю своей целью воспроизвести все точно. На курсах мы посмотрим, какие там есть тонкости, как все это там аккуратно сделать. Сейчас я просто хочу показать сам принцип. Так, что я вам скажу? Так. Субтитры сделал DimaTorzok Вот посмотрите, таким образом, вот выполнив эту команду, мы с вами перенесем данные из одной таблицы в другую, то есть из одной таблицы их удалим и тут же в другую вставим. И на выходе получим список тех ID, под которыми эти данные попали в новую таблицу. Обратите, пожалуйста, один важный момент. Вот такое копирование, такой перенос, очень часто является рутинной операцией. Ну или вообще операцией подобного рода. И очень важно, что PostgreSQL полностью реализует стандарт SQL касательно вот этой вот опции Return. Насколько мне известно, единственная на сегодняшний день СУБД, которая реализует эту часть стандарта SQL, это Oracle, но она ее реализует с небольшими ограничениями. Правда, не настолько большими, чтобы это имело большой практический смысл, но тем не менее все-таки. Вот PostgreSQL с самого начала реализовал вот эту вот важную особенность, которая, как мне представляется, востребована весьма и весьма. Ну, конечно, главным образом она востребована вот в том виде, в каком я написал вот здесь. Да, в команде INSERV. Потому что это, конечно, хоть и полезный, хоть и важный, но все-таки финт ушами, а вот эта вот вещь абсолютно вполне себе нормальная резонка. Вот. Господа, значит, ну, давайте я в заключение скажу еще одну, пожалуй, одну важную вещь. Вернее, две. Первая вещь, касающаяся, собственно, PostgreSQL. Значит, PostgreSQL распространяется по так называемой либеральной свободной лицензии, то есть лицензии группы BSD. Иными словами, PostgreSQL, то есть переводим на нормальный язык, что это означает? Что в отличие от, ну, например, от MySQL, которая распространяется по лицензии GPL. Так вот, PostgreSQL можно взять, видоизменить, то есть что-нибудь туда, ну, пропатчить, как говорят, что-нибудь там поменять. И эту измененную версию без ограничения использовать как часть своего собственного проприетарного приложения. Лицензия PostgreSQL это позволяет. Должен сказать, что, например, именно таким образом поступает фирма 1С. На сегодняшний день, ну, вот не могу сказать одной или, то есть основной или одной из основных, но одной из основных рекомендуемых конфигураций 1С является именно конфигурация, основанная на PostgreSQL. Правда, там в комплекте присутствует собственная, несколько видоизмененная версия PostgreSQL. Согласно лицензии, на это фирма 1С имеет право. Соответственно, на это имеем право и мы. Ввиду особенностей сборки самого софта, самого программного обеспечения, мы можем даже сделать так, что PostgreSQL вообще будет плотно, намертво упакован внутрь нашей программы, и пользователь может даже не знать, что у нас там внутри используется PostgreSQL. Что, кстати, весьма вероятно, что пользователь может этого даже и не заметить, потому что, посмотрите, объем дистрибутива PostgreSQL занимает 60 мегабайт. По нашим временам это смешно, да? Ну, то есть не то, чтобы это было уж очень мало, конечно, это не мало, да? Но и не заоблачно много. Ну, а если мы постараемся поработаем и из PostgreSQL выбрасываем ненужные части, ну, правда, это надо, конечно, будет уже повозиться. Если, допустим, сделаем для себя сокращенную версию PostgreSQL, то, пожалуйста, можно сделать и это. Я считаю, это очень важное преимущество. Но, опять-таки, господа, это преимущество важное тогда, когда оно нужно. Нужно оно не очень часто. Ну, знаете, я вам так скажу, что по поводу оперативности исправления ошибок. Действительно, существует такая легенда о том, что если мы полагаемся на сообщество в плане исправления ошибок, то это как бы, ну, многие компании этого не любят. Но здесь я должен сказать так. Что вообще по поводу оперативности исправления ошибок PostgreSQL, несколько опережает другие СУБД. Ну, например, Oracle, он, правда, опережает незначительно, а вот MSSQL в разы. То есть ошибок исправления ошибок в MSSQL приходится ждать почти всегда значительно дольше. Некоторые ошибки неисправлены там уже десятки лет. Вот. Причем весьма существенные. С PostgreSQL такого не происходит. Поэтому, конечно, в плане фактическом здесь опасаться нечего. Что же касается в плане формальном, то есть, что компании хотят, чтобы кто-то за них расписался, да? То, в принципе, такая возможность есть. Смотрите. Существует компания EnterpriseDB, с которой можно заключить договор на коммерческую и техническую поддержку. В этот договор входят, как, собственно, услуги по технической поддержке, так и некоторый набор проприетарных средств администрирования. То есть, хочу обратить ваше внимание, что PostgreSQL содержит также дополнительно, вот говорили, да, что полная версия IBM DB2 является проприетарной. В какой-то мере это верно и для PostgreSQL. Но должен сказать, что в PostgreSQL проприетарными являются лишь те части, которые, в общем-то, не очень нужны для работы. Тем не менее, если желание есть, их можно приобрести отдельно. И тогда удобство администрирования PostgreSQL будет, он будет более удобным, чем MSSQL. И диапазон этих средств весьма богат, можно сказать. Но если речь идет только об оперативном исправлении ошибок, то, по моему мнению, платить за это дополнительные деньги фирме Enterprise DB2 можно только для спокойствия директора. Нашего. То есть, это, в общем... Значит так, господа, давайте я теперь расскажу последний важный момент касательно наших курсов. У нас существует в нашем центре три курса по PostgreSQL. Их можно найти вот здесь. Значит, раздел программирования и СУБД. Вот они, курсы PostgreSQL. И имеются у нас их три. Первый – это администрирование PostgreSQL. И два других – это разработка PostgreSQL. Значит, итак, господа, курс «Основы администрирования СУБД PostgreSQL» рассказывает про основные операции по поддержке работоспособности базы данных. То есть, как его установить, как его настроить, как сделать резервную копию, как сделать ту операцию, всю операцию и так далее, и так далее. Хочу особо отметить, что PostgreSQL – база данных чрезвычайно демократична. Поэтому, если соответствующие курсы по Oracle у нас жестко рассчитаны на системных администраторов, то курс по администрированию PostgreSQL рассчитан вообще на любого сотрудника фирмы, на которого предполагается возложить эту обязанность. Ну, разумеется, этот человек должен иметь общее представление о том, что такое СУБД, с чем их едят, зачем они вообще нужны. То есть, он должен быть уверенным, грамотным пользователем. Вот. Если… Ну, я обычно говорю так. Если у нас есть толковая секретарша, которая готова вот озаботиться, взять на себя эту обязанность, то она вполне может с этим курсом справиться. Ну, конечно, при условии, что она не спрашивает, где на клавиатуре находятся клавиши AnyKey. Да? Ну, я думаю, таких все-таки в наше время уже не осталось. Вот. Ну, если человек действительно готов это взять, то да. Ну, и, конечно, на системных администраторов он тоже рассчитан. Значит, то есть, он, первый вот этот курс, основа администрирования, он достаточно демократичен. Хочу обратить внимание, что он не содержит возможностей, то есть, не содержит обзор того, что необходимо для разработки базы данных. Вот вы можете посмотреть сейчас в целом программу этого курса. Вот. И здесь вы увидите, что здесь речь идет о именно управлении. То есть, предполагается, что база данных у нас уже создана, работает. И, соответственно, мы можем... То есть, требуется только ее поддерживать и там где-то улучшать, расширять. Значит, Евгений, к сожалению, не успею вам это сейчас рассказать. Я ваш вопрос запишу. У нас разговор на эту тему на курсах не предполагался. Но я запишу его. И попробую его осветить на курсах. Вопрос о диагностике производительности. Просто, к сожалению, пара слов тут тоже не получится. Коротко отвечу. Такие средства есть, но проводить аналогию с Ораклом тут, наверное, не очень хорошо, потому что все-таки в коробочном варианте они все-таки уступают Оракл. Ну, если обратиться к фирме EnterpriseDB, то тогда, да, там есть такие средства. Значит, итак, это что касается первой части. Значит, вторая и третья части уже рассчитаны на разработчиков программ с использованием баз данных. Значит, в отличие, опять-таки, от наших курсов по Ораклу. Вернее, извините, вот здесь вру, 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 вру. Здесь, наоборот, надо сказать, не в отличие, а в сходство курсов по Ораклу. Значит, они специально сделаны таким образом, чтобы приблизительно шли по одной логике. Это тоже понятно, потому что речь идет о разработке приложений, вот, а они приложения, в общем, они приложения и в Африке приложения. Однако, первоначальные требования к курсу разработки по Ораклу несколько ниже, чем требования к курсу по Ораклу. Требуются только, ну, фактически требования соответствуют требованиям нашего курса основы программирования и баз данных. То есть, если вы хотите узнать, достаточно ли у вас знаний, чтобы освоить этот курс, посмотрите программу нашего курса основы программирования и баз данных. Если вы хотя бы процентов 80 этой программы знаете, то, значит, вы этот курс пройдете. Должен, однако, обратить внимание, что в силу как особенностей PostgreSQL, так и в силу, ну, просто логики разработки приложения, если вы собираетесь изучать базы данных, любую, кстати, это не только касаемо PostgreSQL, это касаемо и Оракла, и MSSQL, всего. Если вы изучаете базу данных, вам обязательно необходимо изучить еще какой-либо язык программирования. То есть, знание одной только баз данных не так уж сильно расширит ваши возможности. А вот если вы будете знать базу данных и еще язык программирования, вот тогда вы сможете уже разрабатывать полноценное приложение. Ну, с чего начинать этот вопрос такой философический, я скажу так. Если речь идет о PostgreSQL, то я обычно рекомендую знание языка Python. Это не обязательно. То есть, если вы, например, знаете какой-нибудь другой язык программирования, Java, PHP, C, C++, это тоже вполне хорошо и вполне годится. Но если вы никакого языка программирования не знаете, то я рекомендую вам изучать параллельно, одновременно с PostgreSQL изучать язык Python. По одной, на самом деле, очень банальной причине. Так проще, так легче. Вы сможете приступить к практической деятельности в этой ситуации как можно скорее. Ну, раньше, чем если вы выберете какой-нибудь другой путь. Должен, однако, обратить внимание, что язык программирования C каждый программист обязан знать. То есть, программист, не знающий языка C, это не программист. Но это не обязательно означает, что надо именно начинать с языка C. Язык C можно изучить чуть попозже, например. Когда до него дойдет необходимость. То есть, это можно немножечко отложить. Разумеется, это нельзя как бы отменять, но отложить можно. Вот. Так что, если вот кому-то нужны рекомендации на этот счет, я советую так. Если вы решили начать изучение программирования с PostgreSQL, я советую присовокупить к этому язык Python. Вот. Ну, по Python у нас тоже есть курсы. Соответственно, ну и последнее, пожалуй, замечание. Есть у нас такие курсы, как программирование для интернет на системе Django. Она у нас значится как Python третья часть. И есть у нас такие курсы, как программирование для интернет в системе Ruby on Rails. Если вы намереваетесь в дальнейшем осваивать одну из этих систем, то по сложившейся практике PostgreSQL является и для той, и для другой системы основным вариантом базы данных. Соответственно, на наших курсах мы на PostgreSQL работаем. Ну, как бы, соответственно, вот это такое замечание. Значит, ну, господа, пожалуй, это все, что я хотел рассказать на сегодняшнем семинаре. Если есть какие-либо вопросы, я постараюсь на них ответить. Вот, ну, так, приглашаю вас на наши курсы. Как на PostgreSQL, так и на другие. У нас их очень много. Вот, пожалуйста, на нашем сайте вы можете посмотреть полный список. Вот, так что на любой вкус можете найти. Вот, ну, до свидания. А, да, слушаю. Значит так, ваше мнение насчет Windows 10, безопасности? Знаете, господа, у меня нет никакого мнения насчет безопасности Windows как Windows 10, так и Windows какого-либо еще. Ничего не могу сказать на этот счет. Знаете, у нас, я вам на это так отвечу. Все-таки, ну, по моему личному мнению, с которым, надо сказать, очень многие не согласны, поэтому я настоятельно не рекомендую это мнение воспринимать не критично. То есть, все-таки критично отнеситесь к этому мнению. Но, по моему личному мнению, все-таки Windows не самая лучшая система для работы. Но, господа, еще раз призываю отнестись к этому мнению критично. Потому что, даже несмотря на это мнение, я все-таки могу назвать ряд ситуаций, когда я буду с чистой совестью рекомендовать именно Windows. То есть, такие ситуации есть, где Linux объективно проигрывает. Если речь идет о безопасности, скажу только одну. Когда речь идет о безопасности, все-таки нельзя сбрасывать со счетов политическую составляющую. Если вы пользуетесь закрытой системой, то вы никак, никакими средствами, даже теоретически, не можете обезопасить себя с политической точки зрения. Насколько это соображение серьезно, не знаю. Значит, если какой-нибудь специалист вам скажет, что это не серьезное соображение, советую ему повериться. Вот. Поэтому, ну, как бы то ни было, собственного мнения по поводу безопасности Windows у меня нет. Вот. Значит, что касается вопроса о Big Data. Знаете, скажу так. PathGaseQL – это кластерное решение. То есть, что такое кластер? Это группа серверов, которые работают как единое целое. Да? Так вот, господа, на сегодняшний день считается, что для построения кластеров баз данных PathGaseQL является наилучшим решением. Насколько это соответствует действительности, я, наверное, не берусь спорить. Но, во всяком случае, это похоже на правду. Если речь идет о базах данных общего назначения, то есть из того списка, который я написал первоначально, то из этого списка я склонен согласиться с этим утверждением. Другое дело, что, может быть, существует какая-нибудь база данных, специально заточенная под кластер. Да, наверное, существует. Но это уже отдельный разговор. В частности, могу сказать, что многие крупные хранилища данных работают именно на PathGaseQL. Я не знаю, на какой базе данных работает сейчас Google, но сейчас Google, но то, что они до недавнего времени все свои данные держали именно на PathGaseQL, это факт. Не знаю, сменили они сейчас базу данных или нет, вроде там шли разговоры, что они ее меняют, но, по крайней мере, они долгое время им пользовались. Поэтому, как кластерное решение, это решение, хотя и непростое, но считается одним из лучших. То есть, если не лучшее, то одно из лучших. Знаете, по поводу построения ETL на PathGaseQL. Знаете, не могу ответить однозначно. Дело в том, что каждое ETL решение, по сути, уникальное. Поэтому, если подходить с общей точки зрения, то да, имеет смысл. Во всяком случае, это будет не хуже, чем у других. Будет ли это лучше, не знаю, потому что здесь нет общих прав. Но хуже не будет точно. Так, вопрос. Почему основы администрирования будут в январе, а для программистов начинаются в октябре? Знаете, честно говоря, не знаю. Но могу сказать, что эти два курса не связаны. То есть, эти две группы курсов, они не связаны между собой. Администрирование – это для сисадминов, а программирование – это для программистов. У нас программа построена таким образом, ну и, в общем-то, практика обычно показывает, что это так. Что, как правило, системный администратор и программист в случае с базами данных – это два разных человека. У нас, вообще-то, предполагались эти курсы буквально с 31 октября. Ой, извините, с 31 августа. Предполагалось, что будут курсы по администрированию, по СКУИ. Но, видимо, что-то сорвалось, и они были перенесены на январь. Но, господа, как бы то ни было, на этот счет я могу сказать так. Обратитесь к менеджеру, скажите ему, что вы хотите эти курсы пораньше, и мы попытаемся изыскать такую возможность. То есть, то, что они там у нас где-то запланированы, на бог знает когда, это не догма. Обращайтесь к менеджеру, поставят курсы в расписание. Нет, господа, значит, кластерное решение на курсах не изучается, но, возможно, когда-нибудь, где-нибудь они и будут изучаться. То есть, возможно, мы добавим в курсы эту часть, на сегодняшний день это не предполагается. Значит, господа, по поводу дистрибутивов Linux. Есть здесь два момента. Момент первый. Я настоятельно рекомендую дистрибутивы, использующие оконную систему KDE. К сожалению, причина на самом деле очень проста. То есть, банально, тупо, вот она настолько до отвращения тупая. Значит, дело в том, что если вы поставите, если пользователь увидит какую-либо систему на Linux, отличную от KDE, ну, в Gnome, там, ну, вообще что угодно другое, кроме KDE-4. Ну, про 5 пока преждевременно говорить, про KDE-5. Речь идет о KDE-4. То есть, как на большинстве дистрибутивов. Так вот, результат, поверьте, будет очень простой. Пользователь помучается с этой оконной системой 2-3 дня, а после этого заявит вам, что Linux это полное, как говорил товарищ Ленин, архи-говно. Я, конечно, извиняюсь, но он вам именно так и скажет. Значит, и пользоваться им он никогда не будет. После этого ваш начальник вас вызовет и скажет, чтобы я этого Linux больше в глаза не видел. Вот, значит, поэтому я настоятельно рекомендую систему, использующую KDE. Значит, Евгений, вот сразу отвечаю на ваше замечание. А без X-ов. Некоторые сисадмины не ставят X-ов. Значит, так, господа, запомните, пожалуйста, это хорошо. Linux без X-ов не бывает. Равно как и вообще Unix-подобных систем без X-ов не бывает. Значит, если... Когда говорят, что X-ов нет, обычно имеют в виду следующее. Мне тоже консоль привычна, да? Но давайте смотреть правду в глаза. В современном мире оконная система является общепринятым правилом. Отсутствие оконной системы все-таки считается исключением. Поэтому, так или иначе, ну, оконной системой мы пользоваться будем. Когда говорят, что мы не ставим X-ы, обычно имеют в виду следующее. Сейчас я попробую нарисовать. Имеют в виду, что у нас есть сервер, стоящий вот в стойке. Ну, знаете, вот эти стойки, где сервера ставят. Вот один сервер, вот второй сервер, да? И вот здесь вот у нас есть рабочее место пользователя. Вот здесь вот сидит админ. Он же не лазит сюда работать. Он со своей машины к серверу подключается удаленно. Вот так. Господа, давайте я вам сейчас расскажу о ситуации, а вы уже сейчас дальше решайте, что делать из этой связи. Так вот, господа, разумеется, ставить систему X-ов вот сюда ни малейшего смысла не имеет. Все равно человек сюда не сядет. У него просто тут стула нет, на который сесть можно было бы, да? Он вот так вот удаленно заходит. И как сюда зайти? Да хоть по протоколу ССАЖ. Это уже не принципиально. Вот. Разумеется, каждый сисадмин, то есть каждый из вас мне назовет еще несколько вариантов, но там РДБ тот же, ну, каких-то собак нерезанных. Ну, давайте возьмем тупейший служеб, ССАЖ. Да? Но вот здесь-то у вас оконная система стоять будет. Понимаете? Поэтому я настоятельно рекомендую пользоваться оконной системой КДЕ. Четыре. Ну, а если вы хотите, чтобы ее вот здесь не было, ну, просто не ставьте ее. Никто же не заставляет нас ее непременно устанавливать. Значит, здесь у вас будет дистрибутив с оконной системой, а здесь без нее. Поверьте, но в подавляющем большинстве случаев использование системы, оконной системы, отличной от КДЕ, приводит к тому, что нам просто запретят использовать ЛИНИКС. И не буду сейчас развивать эту мысль. К сожалению, я вообще-то этого очень не люблю, но в данном случае призываю поверить мне на слово. К сожалению, это так будет. И причем не потому, что пользователи глупые, у них есть веские основания так поступать. Вот. Поэтому, если мы хотим этого избежать, то это что касается ИКСов. Что же касается самого ЛИНУКСа? То есть следующие варианты. Во-первых, это КОБУНТ. Его я рекомендую ставить в тех случаях, когда нет каких-либо иных соображений. То есть, если вы хотите поставить сервер под управлением ЛИНУКСа, и никаких дополнительных критериев у вас нет, то ставьте КОБУНТ. Эта система самая дружественная пользователю, самая доступная, ну и так далее. Список можно продолжить. Значит, какие есть еще другие системы? Это Red Hat. Корпоративный дистрибутив, этим все сказано. ЛИНУКС МИНТ. Отличается от КОБУНТу главным образом тем, что он быстрее, что некоторые операции там выполняются быстрее. Быстрее стартует, быстрее останавливается. Ну, в общем, короче, как серверный дистрибутив, он несколько выигрывает у КОБУНТа. ЛИНУКС РОСА. Вот так. РОСА. Рекомендуется ставить в том случае, если необходим сертификат безопасности от ФСБ. это дистрибутив, сертифицированный в России. Значит, это АЛЬТ ЛИНУКС. АЛЬТ ЛИНУКС. Рекомендован Министерством образования для средних и средних специальных учебных заведений. Поэтому, если вы хотите ставить ЛИНУКС, например, в школу или там в училище какое-нибудь, то вот этот вариант следует рассмотреть. Знаете, что касается Федоры, не знаю, не знаю. Мне кажется, когда-то Red Hat, ну, как сказать, ну, не знаю, по поводу Федоры у меня нет мнения. Давайте я так скажу. Во всяком случае, я не советую рассматривать Федору как замену Red Hat. Как замену Red Hat уж лучше рассмотреть, допустим, АЛЬТ ЛИНУКС или там ЛИНУКС МИНТ, например. Ну, некоторые считают, что можно Федору. Не берусь спорить, не могу ничего сказать. Значит, есть, по крайней мере, два дист... А, еще, значит, ЛИНУКС КАЛЬКУЛЕЙТ. ЛИНУКС КАЛЬКУЛЕЙТ. И ГЕНТУ. Не буду расписывать подробности, скажу только одно, что эти дистрибутивы хороши для научной работы. ЛИНУКС КАЛЬКУЛЕЙТ и ЛИНУКС ГЕНТУ очень хороши, если вы работаете, ну, там, физикой занимаетесь, там, ну, в общем, наукой. ЛИНУКС КАЛЬКУЛЕЙТ, химии, математикой и так далее. Вот. Они позволяют сделать станцию очень гибкую, быстро работающую, там много научных функций специальных есть. Вот. Ну, господа, по поводу Федора, повторюсь, нет мнения, это значит, нет мнения, я ничего не могу сказать. Вы говорите, хорошо, ну, значит, хорошо. Просто я, к сожалению, ну, скажем так, когда я пытался ею пользоваться, у меня возникали вопросы, но у меня не было возможности поискать на них ответы, поэтому я не могу, может, я и не прав, что они возникли. Давайте я лучше этот вопрос обойду молчанием просто. Вот. И дистрибутив, использование которого под большим вопросом, это Добиан. Вот использовать Добиан непосредственно вызывает ряд вопросов. К сожалению, Добиан, ну, я не знаю, к сожалению или к счастью, но факт остается фактом. Я не говорю нет, я говорю есть вопрос. И вопрос вот какой. Господа, дело в том, что Добиан во главу угла ставит стабильность. Он должен быть стабильным. Как следствие этого, ну, это хорошо, но как следствие этого пакетная база Добиана, то есть пакеты, которые входят в состав Добиан, очень сильно отстают от их текущих версий. То есть там отставание, пакеты попадают в Добиан порой через 3-4 года после их выпуска. Это в большинстве случаев неприемлемо. Поэтому если вы собираетесь пользоваться Добианом, нет, это не потому, что такая лицензия, это просто они, просто команда Добиан делает стабильный дистрибутив. А вот ручками из стороннего репозитория их устанавливать, господа, а не проще ли в этом случае взять ублунду? Нет, все можно. Можно, понимаете, купить танк и допилить его напильником до состояния детской коляски. Ну не проще ли купить сразу детскую коляску? Вот ситуация, вот эта вот проблема, что у Добиана многие пакетные версии, многие версии пакетов очень сильно устаревшие, в общем-то приводит к тому, что нам исправить эту проблему, конечно, можно, но самый простой способ ее исправить, это поставить тот же ублунду. Тем не менее, по поводу Добиана я не говорю, нет, я говорю, что этот вопрос нуждается в дополнительной проработке. Иногда именно Добиан является хорошим выбором. Ну, я обычно привожу пример из учебника, когда я рекомендую именно Добиан. Например, если вы пишете сервер, управляющий атомным реактором. Совершенно понятно, что тут все прочие соображения, кроме стабильности, однозначно идут лез. Вот. Итак, господа, ну, в общем, на этом я закончу. Если есть еще какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Ну, а так, еще раз приглашаю вас на наши курсы. Вот. Это у нас тут... Я сейчас сижу в помещении, а через дорогу у меня находится следственный комитет. Отсюда звук полицейских автомобилей. Да, слушаю. Евгений, слушай у нас. Сколько пастдресс улучшился от 8.2? Ну, там просто реализовано много дополнительных возможностей. Вообще считается так, что первая версия пастдресса новой – это версия 8.1. Вот 7 – это как бы старый пастдресс, а 8 и дальше – это новый. Знаете, я... Вот если сравнивать восьмой пастдресс и девятый, я бы не стал оперировать категориями улучшился. Я бы стал оперировать категориями развился. Да? Да, да. Есть действительно решение, которое ответвилось от 8.2 и далее развивалось отдельно как Big Data. Вы знаете, у меня на этот счет довольно... Ну, я так скажу. Значит, первый пункт. Использовать его можно. Он будет работать и будет работать хорошо. Вот. Это первый момент. Второй момент. Не лучше ли использовать просто версию 9.4? Не знаю. Не знаю. Вы понимаете, какое дело? Дело в том, что когда говорят о Big Data, обычно имеют в виду несколько слабо связанных между собой вещей. Что такое Big Data? Это большой общий объем данных? Или большой объем единицы данных? И то, и другое Big Data. Вот если у нас имеется несколько триллионов записей по 2 байта в каждый. Ну, или там по 10 байтов в каждый. Да? Это одно. Имеется несколько тысяч записей по несколько гигабайт в каждом. Это другое. Но и то, и другое Big Data. Поэтому является ли это решение предпочтительным, более предпочтительным перед версией 9? У меня на этот вопрос нет ответа. Надо смотреть конкретный проект. Но во всяком случае, если вы хотите воспользоваться вот этим вот решением, ответвившись от 8.2, и используемый вот сейчас как Big Data, как вы сказали, то работать оно будет и будет работать хорошо. Евгений, не могу на этот вопрос ответить в двух словах. Это надо смотреть структуру кластер. То есть, как хранятся данные в кластере, если отвечать коротко, возможно и так, и так. То есть, они могут быть и распределены, и расшарены. Но это надо уже смотреть. Понимаете, дело в том, что кластерные решения, они в принципе уникальны. То есть, почему мы не включили в общую программу курса вопрос о кластерах? По одной очень простой причине. Не существует двух одинаковых кластеров. Курсы, о которых я сейчас говорю, рассчитаны на те ситуации, где есть общие правила. А там, где нет общих правил, ну, я подумаю на этот счет. Возможно, мы постараемся сделать курсы и на эту тему, но сами понимаете, что это уже вопрос немножечко такой в философию ударяется. Поэтому я, к сожалению, вынужден оставить без ответа этот вопрос. По крайней мере, без адекватного ответа. Ну, в таком случае, до свидания. До встречи на курсах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова